Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я сейчас выкачу из ангара Т-55А. Буквально несколько часов назад, если быть точным, там в районе 5 часов назад, я получил данную машинку, открыв мистические контейнеры. Вот здесь вот в течение видео будет ссылочка на то, как я их покупал и как я их открывал, какая результативность, что я там получил помимо Т-55А. Можете посмотреть по ссылке, если вам интересно, каковы ваши шансы на получение чего-либо из мистических контейнеров, если у вас такой же аккаунт, как у меня, обычный, заурядный, никем не подкрученный. Ну и, соответственно, я думаю, вы понимаете, что я вам не вру, поскольку у меня, ну, не 250-300 тысяч подписчиков. Хотя, надеюсь, рано или поздно это будет и все зависит только от вас. Подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен. Ребят, я скажу откровенно, это будет уже, к сожалению, не первая катка моя на Т-55А. Я вам покажу. Я начал снимать видео, начал снимать то, как я его катаю. И буквально на третьей моей катке этой машины мне отрубили электричество. К сожалению, видео не сохранилось. Буду сейчас перезаписывать. Для того, чтобы вы поняли, что я вам не вру, значит, вот смотрите. Опускаемся мы на девятый уровень. Вот этот Т-55А, я отыграл на нем три боя, 67% победы и средний урон у меня получился там в районе тысячи, да, там будем говорить, тысяча-тысяча сто. Вот, опыт, как бы, ну, не смотрю, не показательный. Скажу вам откровенно. Дело в том, что машинка, машинка, она показала себя в первых боях абсолютно, ну, нехорошо. Мне не понравилось, честно говорю. Так как есть, не буду ее расхваливать абсолютно. Я понял, в чем ее минусы, понял, в чем ее плюсы, попытаюсь сейчас их реализовать. И по поводу 67% побед сразу обозначу, что один бой я проиграл. Меня просто слили просто в никуда, потому что это картон неимоверный, который прошивается везде, где только не лень. А не лень здесь практически везде. К броне сейчас опять вернемся. Во второй катке я тоже слился, но вытянула команда. И третья катка я не досмотрел, ну, не то, что не досмотрел, я не доиграл. Я начал играть и сразу обрубило интернет, электричество пропало, все потухло. И, соответственно, только сейчас, зайдя в игру, я увидел, что там была победа. Короче говоря, в двух этих победах из трех у меня реально, ну, как бы, мой вклад был мизерный. Вот прям совсем мизерный. Поэтому врать не буду по поводу 67% побед. Ну, как играется машина, так играется. Теперь давайте поговорим о броне и к ней вернемся. Самое бронирование, то, что я в ней нашел, это вот эта вот часть. Вот если видите силуэт нижний, да, такая лукообразная, вот нарисуем. И вот все, что в лукообразное сюда попадает, приближу, вот так вот, да. То есть вот здесь вот, вот здесь вот, 210 единиц. С приведенкой по, вот так вот, уходя по башне в стороны, будет 372. Но это самое крепкое то, что есть. Что касается верхней части башни, вот эта верхняя часть, вот этот вот кусочек, вот этот, да, то, что по бокам от ствола, то там всего лишь 140. Это еще хоть как-то, ну, еще хоть что-то. Вот эта вот башенка 130, поверьте, пробивается только так. В боях меня сюда прошили два раза, и мне было очень, как бы, обидно и неприятно. Что касается брони по корпусу, я бы сказал, что ее нет. 110 единиц, что верхний лишь, что нижний, разница только в приведенке. У верхнего 185, у нижнего в прямой проекции приведенка 197. В прямой проекции, я имею ввиду, если вот так вот ровно смотреть на танчик. Что касается боковой брони. Боковая броня, слово вообще отсутствующее на данном танке по определению. На башне ничего не меняется, нижняя часть 160, там, в районе так, где-то. Верхняя от 140, господи, заговариваюсь, от 140 и ниже. Что касается корпуса. Вот верхняя, видите, вот эту вот линию, я сейчас поверну вот так вот. Вот эту линию, видите, да, отделяющую ряд катков, да, от основного корпуса. Так вот, все, что выше этой линии, имеет броню всего лишь 80 миллиметров. А вот все, что ниже, да, то есть вот эти вот части, если сюда вам залетит фугас, а он сюда залетит, то зайдет полностью все, что можно всунуть в эту машину. Потому что там всего лишь 20, 20, ребят, единиц брони. 20 единиц брони и здесь, вот в этой вот нижней части, нижнем таком, да, бронелистике, уходящем под дно. Вот здесь вот, в корме, в филеечной части, я бы так ее назвал, 45 миллиметров брони. Фугас, заходи, я тебя жду. И что касается по башне, то на башне здесь внизу полоска в 160, а выше этой полоски вся башня имеет 57. Короче говоря, вы понимаете, к чему я клоню. Клоню к тому, что живучести у машины нет. Что меня еще смутило в боях на данном автомобиле? Меня смутило на данном автомобиле орудие. Оно меня порадовало своим ДПМом. ДПМчик действительно прикольный у нее. Там получается ДПМ меньше 2900. Я просто установил уже полностью все. Ну, там чуть-чуть отнимите, 7, там, процентов к времени перезарядки. Если без улучшения вот этих, если без ДПМ оборудования, то время перезарядки в районе 7,2. По-моему, 7,19 или 7,18. С оборудкой 6,4. Меня порадовало время перезарядки. Меня порадовало Альфа в 310 довольно играбельно. Пробития тоже мне хватило. Я не могу сказать, что мне было как бы, ну, тяжело кого-то прям выцеливать, прошивать. Меня на удивление время сведения изначально смущало. Ровно как и смущал разброс. Но когда я установил ДПМ оборудование, эти цифры немножко поменялись. И в самом бою, в принципе, я негатива абсолютно никакого не ощутил от этих цифр. Это сейчас будем показывать все непосредственно в завесе. Что меня действительно смутило по орудию, это угол склонения минус 5. На неровностях отыгрывается просто ужасно. Ужасающе, ужасней ужасного ужаса. Я бы так это назвал. Потому что, честно говоря, когда у вас нифига нет брони, то если ты еще и не имеешь возможности нормально где-то от неровности и хотя бы как-то прятаться за ними и отбрасывать, ну, это очень сложно отыгрывается, по крайней мере, в моих руках. Может кто-то более умелый. Я не претендую на звание скиллового. Ну что, погнали в замес. Посмотрим, что машинка может непосредственно в самом рандоме. Так, ну, пока нас забрасывают в бой, хотелось бы отметить следующее. Чем мне машинка не то, чтобы понравилась, не понравилась, что я для себя отметил? Я ожидал, что данная машина, честно говоря, будет немножко подвижней. И сейчас эту подвижность я вам покажу. В целом она едет, да? Но ты как-то все равно ощущаешь себя немножко приторможенным. Я не знаю, как это, ну, по-другому объяснить. Сейчас попытаюсь это показать в бою. Карта мне, честно говоря, вот эта вот сейчас прям совсем не подходит, чтобы ехать куда-то вот сюда на неровности, потому что при минус 5, ну, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Клоню к тому, что на неровностях на ней отыгрывать будет очень сложно. Давайте я вам сейчас покажу. Значит, смотрите, вот я стою, да? Вот вам карта. Вот я смотрю на горизонт, да? Я начинаю подниматься. Вроде бы пока все нормально. Но если я сейчас подъеду куда-нибудь на неровность вот сюда вот повыше, которая будет немножко покруче, да? То вы сразу поймете, о чем я говорю. Значит, смотрите. Вот так я еще могу кого-то выцелить. Поднялся выше. И, ладно, сейчас поедем кого-то поищем, в кого пострелять. Вот, смотрите. Вот сейчас товарищ будет проезжать, и все. Вот если я прямо стою, орудие вниз уже, ну, никак. Видите? Хотя я стою, в принципе, но не на сильно большом склоне по отношению к вот этому горизонту. И это действительно очень, очень вымораживает. Безусловно, когда ты там поворачиваешься и там как-то полубоком стоишь, то, соответственно, орудие склоняется немножечко лучше. Здесь я оспаривать не буду. Так оно и есть. Но в целом, ребят, я бы не сказал, что пушка в отношении углов склонения играбельная. Ну, вот видите, о чем я говорю. Короче говоря, вот первое, чего мне очень сильно не хватило, это углов склонения. От этого сразу нарушилась, в принципе, живучесть машины. По точности орудия. Точностью орудие классное. Сейчас, в принципе, попало практически туда, куда я целил. И сказать, что, ну, орудие косое я не могу. Мне хватает и времени перезарядки, мне хватает и времени сведения. Хотя цифра меня изначально немножко смущала. Ну, вот, пожалуйста, по точности я вполне спокойно попадаю в экшена. Как бы, ну, и никаких проблем с этим у меня нет. Единственное, с чем у меня проблема есть, это с живучестью. Вот меня сейчас абсолютно спокойно пробили в верхний бронелист. Добавлять как-то приведенку не сильно получается, потому что, ну, машина, как я уже сказал, без углов склонения орудия. И поэтому, честно говоря, поскольку машина в моих, по крайней мере, руках оказалась абсолютно неживучим аппаратом, мне машинка не сильно зашла, не сильно понравилась. Так, надо сваливать отсюда потихоньку. К сожалению, я, заговорившись, нажал не на ту клавишу и поремкался сначала просто ремкой, а потом еще и добавил себе сборную солянку. В итоге теперь без ремки придется мне пережить как-то 35 секунд боя. Ну, потом только смогу поремкаться и, соответственно, дальше в бой. А пока придется немножко похорониться, попытаться отыгрывать на расстоянии. На расстоянии, кстати, танчик в одном из боев показал себя вполне-таки себе даже достойно. То есть время сведения такое, что ты успеваешь нормально свестись в противника. И, соответственно, точность орудия абсолютно даже-таки себе приятная. Единственное, что, ну, то, что меня смущает конкретно. Я не совсем понимаю, зачем тогда играть на СТшке ради того, чтобы быть ПТ. Понимаете? То есть если ты ПТ, то ты ПТ. Если ты СТ, то ты тогда где-то должен быть на передовой, а не хорониться где-нибудь в тылу и, соответственно, отыгрывать где-нибудь, ну, прям на самой дальней точке карты. Короче говоря, ребят, вот такая вот живучесть у машинки. Сейчас досмотрим этот бой, обязательно закатимся в следующий. Там я уже постараюсь нормально поиграть, потому что в данном бою я пытался просто показать вам подвижность машины, углы склонения, ну, и был сосредоточен на заценивании конкретно технических характеристик по машине, а не на самом бою. Досматриваем бой и быстренько в следующую катку. Итак, друзья мои, бой закончился победой, но абсолютно не благодаря нам, потому что 370 единиц урона, я даже не буду смотреть на результаты какие-либо чего-либо. Я просто запрыгиваю в следующую катку и попытаюсь, ну, более внимательно сыграть. Я уже не буду просто там где-то рысачить по неровностям, останавливаться для того, чтобы показать, насколько пушка склоняется, а точнее не склоняется вниз, и насколько это добавляет дискомфорта в игре, как сводится орудие, насколько оно точное. То есть я подсовывался где-то под какие-то снаряды, лишь для того, чтобы показать реальные технические возможности данной машины. Ну что, поехали. Я, честно говоря, как-то не возлагаю сильных надежд. Я уверен, что ничего хорошего с этого не получится, потому что, отыграв на ней уже 4 боя, это 5-й, 3-й бой я доиграл не до конца, но для себя, в принципе, я понял, что даже мои ожидания, что эта машина будет играться где-то приблизительно как 121b на 10-м уровне, они абсолютно не оправдались. Не играется она абсолютно так, и играться, наверное, никогда не будет, по крайней мере, в моих руках. Скажу откровенно, просто справедливости ради, я, ну, прям совсем терпеть не могу ЛТ, потому что это самые неживучие машины в бою, но и сам геймплей, при котором ты просто как угорелый должен носиться по карте, светить, отхватывать, светить, пытаться не попасть в прицел противника, и вылетаешь после фугаса, ну, это не для меня, мне не нравится. Мне нравятся больше тяжелые танки. Средние танки, в общем списке возможной техники в этой игре, они занимают у меня, соответственно, второе место с конца. Вот сразу идут за легкими танками. Есть, безусловно, несколько прикольных, классных машин среднего типа, да, то есть СТ-шки, так называемые. Но в целом, ребят, ну, не знаю, не мое это. Я имею в виду, что можно там как-то кайфануть, не знаю, на той же самой какой-нибудь. Химере мне нравится заехать. Мне нравится Шкода, допустим, там, 27-я. Я балдею от Проджеты 46-й. Я понимаю, что это машинки тоже не сильно живучие, но они, по крайней мере, хоть как-то фановые. Многие же другие, даже премиумные машины, для меня, в принципе, там, ну, какого-то особого интереса не представляют. Не нравятся они мне. Я вот так вот буду просто периодически подсвечивать этих товарищей, как я понимаю, потому что вылететь отсюда у меня возможности нет, разве что попасть сейчас под барабан и, соответственно, уйти в ангар. Возможно, сейчас вот этого товарища как-то выцелил. Но, да, выцелил, но рикошет. Как вы видите, в принципе, точность есть. Осталось только понимать, в кого стрелять. Даже, вот видите, рандомно броня иногда срабатывает, что, кстати, я уверен, больше редкость, чем закономерность. Так, ну что, по-моему, за мной едут. Мне это не нравится, говорю откровенно. Сейчас буду пытаться угадать, каким образом от него свилять, потому что, ну, по-другому бороться мне просто не с чем против него. Угла склонения нет абсолютно, вот вы видите, да, то есть я не могу сейчас опустить вниз орудие для того, чтобы нормально шотнуть по нему. Ну и остальное, что мне остается делать, это просто каким-то образом от него прятаться, периодически высовываясь, набрасывать и надеяться на то, что не он меня, а я его пробью. Так, ну вот уже с кормы мне накидывают. Я так понимаю, что, в принципе, приятного будет мало. Ну и я опять в ангаре. Короче говоря, ребят, машина, я не знаю, есть, наверное, любители в этой игре машин, которые вот с такой подвижностью, я, ну, честно и откровенно скажу, с обалденной, просто-таки обалденной пушечкой, которая действительно альфовая на своем уровне, которая действительно пробивает на своем уровне, которая действительно обалденно просто-таки перезаряжается и вполне сносно и достойно сводится. Но это единственные плюсы данной машины, потому что особой подвижностью она не обладает, а ее броня, она просто отсутствует как понятие. Поэтому, ребят, вот такой вот он, товарищ, который достался мне бесплатно, Т-55А, ну, как бесплатно, за 1000 голды, если быть точным. Как за косарь голды, то очень даже-таки себе достойно. Что касается фарма на данной машине, согласитесь, бой был никудышный. Я нанес 1900 единиц урона, сделал 8 выстрелов. Получил пробитие и попадание, 6 и 8 попаданий. Ну, блин, это просто капец какой-то. Я нескольких обнаружил, подсветил их. Короче, что-то типа сделал, но что непонятно. Я не знаю, есть ли вклад в бой, потому что я, честно говоря, вклада от себя, по крайней мере, не ощутил в бою. За вот такой вот бой, с учетом прем-аккаунта, активированного, 135 тысяч серебром. Ну, а без него было бы 17 600. Много это или мало, я не знаю. Я думаю, что за такой никудышный бой это нормально. Но вопрос заключается в том, что на свои 5 каток я не получил удовольствия ни от одного из этих боев. Я не знаю, может я покатаю эту машинку и через месяц-два выложу на канале видео, в котором буду говорить по поводу того, что я наконец-то рассмаковал эту машину и понял, как ее играть. Но что-то мне подсказывает, что с ее броней и живучестью в бою навряд ли такое видео будет. Скорее всего, видео через месяц-два будет посвящено тому, что для меня ничего не изменилось. Радует только тот факт, что я получил девятку за всего лишь косарь голды. Да, кстати, я ради интереса, да и вам показать, если продавать, то продадите вы эту машину всего лишь за 3 миллиона серебра. Поэтому в любом случае я этого делать не собираюсь, потому что 3 ляма серебра я всегда успею нафармить. Ну а если вы за честные обзоры, без мишуры в глаза, без приукрашений чего-либо, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я обещаю вам быть с вами всегда честным и никогда не советовать вам тратить ваши кровные серебряные монеты, либо real money, либо разбивать золотую копилку ради того, что реально может вас расстроить. Я показываю танки исключительно такими, какие они есть на самом деле, в руках среднестатистического танкиста, не скиллового, не имбового игрока, не гуру танков, а просто обычного, такого, как преобладающее большинство в этой игре. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова